Для меня, как для пенсионерки, именно ценник важен. А срок годности, например, обращаете внимание? Ну, иногда я обращаю, а иногда тороплюсь, так и так беру. На качество смотрю, какие более известные производители, которые чаще покупаются, которые, я так понимаю, полезнее и больше пользуются спросом и все. По каталогу обычно онлайн. Качество как проверяем, но онлайн же, оно всегда идет проверять срок годности. А если в ближайших магазинах, то постоянно просрочки. Срок годности, ну, качество самого продукта, например, томат. То, естественно, он должен быть какой-то зеленый, недозрелый, что-то еще. Ну, и вообще я стараюсь покупать продукты брендов, которые мне известны, по крайней мере. То есть что-то новое я вряд ли возьму. Если фрукты, то, ну, вот сейчас, когда начинается сезон, скорее я возьму где-то там на развесе около дома. Например, я знаю людей, которые продают, и знаю, что там вкусно. Ну, состав, количество Е, регулятор кислотности и так далее. Весь перечень химических добавок, которые активно используются нашими производителями. А вы не производитель, сами случаем, или как так вот, ну, вы там разбираетесь хорошо? Ну, просто интересуюсь, читаю. На акции? На акции? Да, в основном, да. А сроки годности, вот состава вы смотрите? Да, конечно. Вчера не посмотрела, уже отравилась. Серьезно, а чем? Морковкой корейской. Да, наверное, скорее всего на ценник. На качество мы не обращаем внимания. А почему вот так? Наверное, зарплата наша.